Три, два, один, победим! Первыми на старт вышли участники дистанции в 21 километр. Примерно через час финишировал легкоатлет из Екатеринбурга Александр Антонов. Спортсмен оценил местные пейзажи и дистанцию. Просто обалденно. Заскучать никаким образом не получится. Постоянные повороты, подъемчики, трава, спуск, смена рельефа. Это сыграло мне на руку, точнее на ногу, потому что соперники безумно сильны на шоссейных дистанциях. Слоты на дистанции раскупили за две недели до начала полумарафона. Кроме легкоатлетических забегов, участники могли посоревноваться в скандинавской ходьбе и велозаездах. Здорово так. Я вот приехала третьей, я просто даже не ожидала, что могу занять призовое место. Потому что мы приехали просто испытать себя, на что мы способны вообще. Победители и призеры получили солидные денежные награды. Призовой фонд свыше 1 миллиона 300 тысяч рублей предоставлен группой компании «Юж-Урал золото». Организаторами полумарафона стали фонд поддержки спорта, Министерство спорта и Федерация легкой атлетики региона. В этом году уже больше участников. Это не может не радовать. Это значит, люди идут в спорт, активно занимаются, активно бегают. И самое главное, что получают от этого максимальное удовольствие. Губернатор региона также стал участником полумарафона. Алексей Текслер пробежал Парижскую милю. Глава области отметил, что проведение состязаний помогает развиваться региону. Мы продвигаем наш регион, продвигаем Челябинскую область. Мы хотим, чтобы они больше знали. Я очень рад, что каждый год все больше и больше людей приезжает сюда, в село Париж. Мы обязательно будем продолжать проводить полумарафон. Кстати, перед полумарафоном провайдер Ростелеком провел реконструкцию своей вышки связи. Копия Эйфелевой башни стала максимально похожа на французский оригинал. Вышку окрасили в золотистый полуматовый оттенок, установили сферический шпиль и сделали освещение в темное время суток. Рядом разместились ремесленники, которые проводили мастер-классы. Также гости могли попробовать на гайбакскую кухню и послушать концерт, который проходил в течение всего дня.